Сейчас мы находимся в Британском музее и смотрим на одно из ценнейших сокровищ раннесредневековой британской истории. Это предметы из погребения в Сатан-Ху, что в Восточной Англии. Это погребение было обнаружено уже в XX веке на территории одной из местных ферм. По-моему, в 1938 году там был найден ряд погребальных холмов. Конечно, большинство из этих погребений уже было разграблено, но самое крупное оказалось нетронутым, и именно в нём была обнаружена целая ладья. В этой ладье — сокровище и тело человека, которому они принадлежали. Судя по всему, он жил в ту эпоху, когда Англия пребывала в состоянии хаоса. Римская империя пала за несколько столетий до этого. Как мы знаем, в начале нашей эры Англия входила в её состав. Но затем, после серии вторжений германских племён с континента, на территории Англии образовался целый ряд небольших королевств. Которые постоянно воевали друг с другом. Да, которые постоянно воевали друг с другом. При этом отдельные лидеры, вроде короля Этельберта, периодически предпринимали попытки объединить эти королевства. Кроме того, в рассматриваемый период, то есть в VI-VII веках, германские племена были обращены в христианство. Таким образом, погребение с ладьёй Саттенхоу принесло нам ряд очень редких артефактов, восходящих к периоду, когда Британия не могла похвастаться большим количеством архитектурных сооружений или произведений изобразительного искусства. Перед нами воинские предметы, принадлежавшие этому человеку. Мечи. А также шлем и щит. И всё это очень тонкой работы. Возможно, один из самых известных предметов из этого погребения — это вот эта створка кошеля. Сделана из золота и перегородчатой эмали. Да, это перегородчатая эмаль. Подкладка — это, конечно, реконструкция. Изначально эта створка, судя по всему, крепилась к кожаной сумке. Но её, конечно, уже нет. А золото и стекло остались. Давайте подробнее рассмотрим стиль этого изделия. Здесь мы имеем вполне типичное переплетение абстрактных форм с добавлением изображений животных. С другой же стороны мы обнаруживаем изображённую в анфас фигуру человека, на которого, судя по всему, с двух сторон нападают волки. Всё это выглядит весьма серьёзно. Эти волки выглядят как зеркальное отражение друг друга. Рот человека открыт. Похоже, у него есть усы. Его круглое лицо обрамлено узором, который, видимо, изображает волосы. Но рот человека открыт, как будто в крике, от боли. При этом его руки как будто вывернуты. А эти звери, их пасти, тоже открыты. Они выглядят так, будто готовы растерзать человека, ну или шепнуть ему что-то на ушко. Конечно, точно сказать, что происходит, мы не можем. Нам кажется, что у этого человека на лице написан ужас. Но так ли это на самом деле? Может быть, ему предложили власть? Это очень важное замечание. Конечно. Всё это просто догадки. Правды нам неизвестно. Верно. Давайте продолжим. Перед нами какая-то хищная птица, которая, по всей видимости, нападает на другую птицу, более безобидную. Так и есть. Возможно, это утка. На неё напал орёл. Орёл напал на утку. Смотрите, какое прекрасное переплетение линий. Такое ещё встретится нам в ирландско-саксонском искусстве, и здесь есть перегородчатая эмаль гранатового цвета. При изготовлении перегородчатой эмали поверхность изделия при помощи металлической проволоки разделяется на отдельные части, которые затем заполняются, собственно, эмалью. Что любопытно, практически всё, что было в этом погребении, полностью разложилось. Всё сгнило, даже кости погребённого человека растворились. Сохранилась лишь эта эмаль да золото. Да, и у нас ещё имеются золотые монеты, которые лежали в кошеле. Да, в том кошеле. Итак, перед нами предметы, созданные в начале VII века, в тот период европейской истории, от которого сохранилось так мало. Но благодаря створке кошеля, благодаря поясным пряжкам и застёжкам плаща, мы получаем определённое представление об одежде людей того времени. Или, по крайней мере, об одежде очень богатого и очень могущественного человека, вероятно, короля. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова